Приветствую вас, честно говоря, не знаю, как вы воспримете мой ответ, вот, потому что он будет немножечко не про то, что вы спрашиваете, он будет немножечко о другом. Поэтому мой ответ будет больше про вас, чем про вашего мужа, бывшего, на которого вы хотите повлиять. Ага, скажу сразу, что я понимаю, почему вы хотите на него повлиять. Я понимаю, почему вы хотите, чтобы он стал взрослым, независимым мужчиной и хотел строить свою семью. Но проблема заключается в том, что этот мужчина этого не хочет. И он не захочет до тех пор, пока сам не придет к этому или не обратится к психологу. Эти моменты вам нужно принять и просто, вот, принять, что есть мужчина, есть вы, есть ваши отношения с этим мужчиной, которые длились, там, ну, скажем, вот, какое-то время, да, вот. Вот. Потом вы расстались с этим мужчиной, потому что он не хотел нести ответственность за вашу семью. Правда, что есть ваша семья, не очень понятно. То есть это ребенок, если у вас ребенок, про детей вы здесь ничего не пишете, значит, детей, скорее всего, нет. Если детей нет, получается, они соответственность только за вас. Ну, неужели так тяжело нести ответственность за вас, но это вопрос оттенки. Вот. Значит, далее, далее. Вы расстались со своим мужем, потому что у вас были определенные проблемы. Именно проблемы. Именно определенные проблемы заставили вас расстаться со своим мужем. Да? И правда заключается в том, что эта проблема остается до сих пор неразрешенной. Правда заключается в том, что на данный момент эта проблема есть. И она не ушла никуда, к сожалению. И она будет, потому что у мужчины другие ценности. У него семья сложилась, и отношения с семьей сложились так, что он живет их жизнью. И они для него дороже, чем вы и ваша жизнь. И с этим ничего не подъем. А теперь поговорим про вас. А сейчас опять встречается в большинстве мужем. Зачем вы с ним встречаетесь? Почему вы встречаетесь именно с ним? Почему вы не выбрали себе мужчину, который более подходил бы вам под ваши запросы? Вот под те самые запросы, которые вы привели в конце. Взрослый, независимый мужчина, желающий строить свою семью. Почему вы просите, почему вы как бы требуете от бывшего мужа, от человека, который явно не может вам дать того, чего вы хотите, именно этого. Он не отказывает вам, потому что для него это отначало бы признать свое поражение, а для мужчины это невозможно или очень тяжело. Он вам не отказывает. Но он явно не может дать вам того, чего вы от него требуете. Вы хотите семью. А зачем вам семья? Зачем вам семья такая без отношений? Складывается невольно ощущение, что вполне возможно вы требуете от мужа того, что вы хотите. И того, что он вам дать не может, по той причине, что у вас в детстве была похожая ситуация. То есть похожая ситуация была у вас в детстве. Что родители вели себя вот так же. То есть тоже постоянно кто-то требовали друг от друга. И при этом явно люди не могли этого дать друг другу. И на этой почве возникали постоянные ссоры. Я не знаю, может быть у вас и отец был такой же, как вот мужчина. Ну, ваш мужчина. А мама была вот такая, которая зависит от семью. И так далее. Но то, что это влияние детско-родительского сценария, детско-родительских отношений, это нам, на мой взгляд, это очевидно. Хотя здесь могут быть разные вариации. Например, вы пишете о том, что вы страдаете от одиночества. И тоже, опять же, вы страдаете от одиночества. Но почему вы страдаете от одиночества? Вы, получается, хотите жить с этим мужчиной, со своим бывшим мужем, именно потому, что вы страдаете от одиночества. То есть, получается, что он, как бы, должен вас спасти от того положения, от того состояния, от того, что вы испытываетесь сейчас браком. Ну, и вы все, наверное, сами понимаете, как это вообще выглядит, как это вообще звучит. Мужчина должен помочь вам избежать одиночества. Получается, что вы от него зависимы. И вы, к сожалению, вы и ведете в этой ситуации себя, как, ну, как зависимый человек. Я хотел бы, я хотел бы, чтобы вы только, чтобы вы сволись, задумались об этом, почему вы ведете себя в отношении с бывшим мужем, как зависимый человек. В данном случае зависимый от него, потому что он должен наблюдать вашу потребность не быть одинок. Далее, вы говорите, что я страдаю от одиночества. От него, от одиночества, не нужно страдать. Нужно уметь находиться наедине с собой, в уединении. Нужно уметь использовать уединение для себя. Нужно уметь использовать уединение для своих целей. Нужно уметь жить для себя, чтобы не быть зависимым в отношениях, чтобы свободно выбирать себе партнеров, а не так вот, как вы это делаете, кричая по всем мужем, у которого явно остались те проблемы, которые побудили вас уйти, побудили вас расстаться. Эти проблемы у него остались, а вы все равно продолжаете на ответственность, что у вас тут получится. И вопрос-то здесь, какого рода, какого плана вопрос к вам? Опять. Вопрос здесь такого плана? почему вы не можете быть наедине с собой? Почему вы не можете находиться наедине с собой? Почему вы страдаете, в чем заключается страдание? Какую часть себя в одиночестве вы не принимаете? какую часть себя наедине с собой вы отвергаете и чем вы нуждаетесь в контексте своего мужчины. Вот это основное, что нужно вам проработать. Это основное, что нужно вам для себя уловить и уяснить. Дальше, я вот сейчас читаю ваш текст, чтобы убедиться в том, что я ничего не забыл. Ваш муж, который вы видите с 1-2 раза в неделю, он явно понимает, что вы от него зависимы и использует вас, просто пользуется вам, то есть навязывает вам свои условия. Это условия, которые удобны ему, но это не условия, которые удобны вам. И опять же, вы это принимаете, потому что вам он нужен, ибо вы страдаете от одиночества. Человек, который страдает от одиночества, он обязан, он обязан принимать условия других, потому что у него нет выбора, он нуждается в них. А вам нужно перестать нуждаться. Вот. Далее, значит, что еще? Значит, он живет полностью жизнью сестры и матери. Так было и в браке. Я одна дома, он все время уходил к матери. Значит, почему вы решили, что это не изменится? То есть изменится обязательно. Почему вы решили, что это не будет продолжаться? Далее, не знаю, что делать, как повлиять на него. А никак, никак, вот вы не понимаете, вы на него никак не повлияете. Он человек со своей жизнью, вы человек со своей. Вам нужно устраивать свою жизнь. Для этого нужно учиться любить себя. Нужно учиться ценить свое уединение. Нужно учиться принимать саму себя вам. И только потом, когда вы будете принимать саму себя, вы сможете принимать кого-то другого. А пока вы саму себя не принимаете, вы другого человека принять не сможете. Вот. И вопрос заключается в том, почему вы себя не принимаете, чего вы боитесь, почему вам тяжело в одиночестве, почему вы ничем не можете себя занять, почему вы одна дома, почему вы не занимаетесь хобби, активной деятельностью, социальной позиции и так далее. Вот. И вот из этого как бы прямо вытекает другой момент. Момент женской модели поведения. Вашей женской модели поведения. Момент того, что вы можете дать мужчине. Момент того, как вы цените себя как женщину, как вы ставите себя как женщину, как вы позиционируете себя как женщину. Понимаете? И, соответственно, как вы позиционируете и представляете себе мужчину, вашего мужчину Это тоже очень важный момент Потому что без этого вы выбрали партнера, да, партнер оказался не очень вам подходящий То есть с разными ценностями, с разными взглядами на жизнь вы выбрали партнера Плохо ли это? Нет Нормально ли это? Да Вы ошиблись, вы развились Живите дальше Живите дальше, если видите, что мужчина остался тем Но нет Вы из-за того, что страдаете от одиночества, тянетесь к нему И, соответственно, именно нужно перестать страдать от одиночества и принять его Научиться им пользоваться, научиться его использовать для себя Учиться жить для себя и любить себя И уже будучи вот такой, гораздо более личностно глубокой и гораздо более самоценной Строить другие отношения на других условиях И это будет правильно Это будет точно сделать вас как раз таки счастливы и вы сможете реализоваться Вам 27 лет, это не так много, вы еще можете, в принципе, все сделать, все у вас получится Примерно год на перенаправление себя и на тренирование новых поведенческих моделей И вот 28, вы уже готовы к тому, что вы чувствуете новые отношения 29, 29,5 вы уже выходите замуж 30, 31, 32 максимум вы найдете ребенку Все как бы в порядке, можно даже ранее Но для этого нужно уже сейчас начинать активно прорабатывать свою новую модель поведения На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались, пишите в личку в помогу Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому